Вы принципиально не принимаете по карте? Нет. Ну а почему перевод? Это же незаконно. Ну если не проходит, карта не работает, на что делать? Так вы же говорите, работает. Терминал, да. Если карта не проходит, значит не работает у вас терминал. Значит мы едем бесплатно. Давай попробуем, мы еще есть. Карта и стрелка или тройка – пожалуйста. Наличными милости просим. А вот вокруг оплаты проезда в общественном транспорте банковской картой через терминал постоянно какие-то проблемы. В городских социальных сетях регулярно поднимается эта тема. Ее обсуждают недовольные и обманутые пассажиры. Только что водитель сказал, что карту не принимает, но как увидел камеру, не проходит. Как увидел камеру, сейчас сразу же говорит о том, что давайте попробуем карту, может быть у нас получится. И действительно получилось. Налицо очевидный обман. А ведь при оплате проезда банковской картой при списании средств учитывается скидка. Но то ли перевозчику, то ли водителю невыгодна такая ситуация. Они упростили задачу. Просят пассажиров перевезти за проезд через мобильное приложение банка по номеру телефона. Проверка представителями партии «Единая Россия» и проекта «Народный контроль» показала, во всех случаях получатель – водитель, а не компания-перевозчика. Соответственно, это незаконно. Никакого отношения к личной карте водителя не имеет компания-перевозчика. И, соответственно, как бы водителя нарушает закон. Водители, как и следовало ожидать, делают вид, что ничего не понимают. Я что, начальник, что ли? Я кто вам? Я водитель простой. Я тем более негативно здесь работаю. Удивляет другое. Те самые пассажиры, которые так активно обсуждают тему обмана в соцсетях, на деле берутся защищать водителей. С такой ситуацией столкнулись участники рейда. Поймите, что он и так трудом зарабатывает все время. Вы его хотите добить. Если он один раз это сделал, что вы к нему придете? Но, к счастью, не на всех маршрутах округа наблюдается такая картина. Есть и законопослушные шоферы. Например, в 59-м автобусе Подольск-Видное. Если не работает терминал, то проезд бесплатный. Представители местного отделения партии «Единая Россия» совместно с координатором федерального проекта «Народный контроль» подобные проверки будут проводить регулярно, чтобы искоренить незаконные действия недобросовестных перевозчиков. Будем приобщать к нашему мероприятию правоохранительные органы, представителей перевозчиков и максимально подключать к этому общественность, для того, чтобы эта проблема не возникала вновь. Участники рейда уверены, теперь водители будут осторожнее, ведь в следующий раз под видом простого пассажира может оказаться представитель правоохранительных органов. Юлия Погайсян, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ.